Добрый вечер, друзья! Сегодня с вами снова я, Ирина Аронец, фанат круизного клуба InCruises. Я рада всех видеть, слышать, и мы на связи всегда, потому что у нас очень актуальные темы. Темы круиза, которые мы можем иметь любой из нас и всех желающих по всему миру и по самой лучшей цене, или даже бесплатно, об этом мы тоже рассказываем на наших встречах дальше. О том, как можно зарабатывать классно очень на круизах, об этом тоже мы постоянно говорим. Но сегодня у меня будет тема особенная, о которой я хочу именно только на ней остановиться. Тема посвящена руководству клуба, создателям этого чудесного круизного клуба, первого элитного международного, которого не было до сих пор вообще нигде. Его создали в этом году, в 2016 январе месяце, в Майами, Америка, Флорида, Флорида, как говорят американцы, и из самого сердца всех портов в Майами, где, откуда начинают большинство своих круизных лайнеров, вот вы видите на данном слайде, все самые крупные компании круизные представлены здесь, на данном слайде, и практически все они или отходят, или приходят в какой-то из своих круизов в Майами, в главный порт. Поэтому там люди, конечно, знаются на круизах, там очень много тур офисов, операторов, и, конечно, они всем завидуют. И поэтому, естественно, те люди, которые именно в центре событий, те люди, которые у руля, те люди, которые уже много лет сами были в круизах, и которые уже выросли как очень крупные бизнесмены, каждый в своей области миллионеры, они не перестают действовать, им это все нравится, и они увидели в этом очень большое рациональное зерно создать совместно группой круизный клуб. Но, естественно, кто-то первый подал идею, и кто-то должен быть первым основателем. А сейчас я вас познакомлю с этими людьми. Мы часто используем вот этот слайд на презентации, и здесь видим. Итак, основатель клуба нашего Майкл Хатчисон, истинный американец, он является основателем и главным директором круизного клуба. И вот также его руководство. Почему я хочу сегодня остановиться только на них и рассказать о них? Потому что очень важно в любом бизнесе, чтобы было человеческое лицо. Например, я скажу по себе, как бы поделюсь своим видением и моим секретом подхода к любой компании, где я хочу работать. Например, я уже где-то приблизительно 10 лет работаю в интернете, работала в разных компаниях, об этом говорила, да. Изучала разные маркетинги и так дальше. И, конечно, ну, в силу разных обстоятельств, я тоже с этим знакомым не получалась постоянно работать или долго в одной компании. Но это не страшно, как бы это меня обогатило каким-то еще большим опытом и наметанным глазом, в чем я могу разбираться сейчас лучше. Так вот, какой мой подход личный к какой-то компании, в частности к круизному клубу? Первое, на что я смотрю, это на продукт, который предлагает компания. То есть, что я сама лично, насколько он мне лично интересен, этот продукт, для того, чтобы я его могла потреблять и как я легко могу его предложить кому-то еще, если я хочу на этом зарабатывать. Здесь, конечно, у нас продукт супер, номер один, и нет сравнения с ним, это круизы. Круизы по всему миру. Ну, что еще может быть лучше? Этот продукт, который и не надо носить в руках, кому-то передавать в материальной форме, то есть, не надо создавать какие-то свои магазины, офисы, склады и тому подобные, где-то их хранить. Его у нас как бы и нет, и в то же время он у нас есть, потому что мы можем здесь стать членами, партнерами и продвигать так же. Нам дают такую возможность создать этого клуба. Поэтому продукт, конечно, универсальный. Это удовольствие, это развлечение, это отдых, это путешествие, это познание мира, разных стран, и продукты здесь супер. На этом я остановилась. Это первое. Второе. Второе, конечно, рассматриваю всегда маркетинг, потому что я смотрю на компанию со стороны не только как потребитель, а как человек, который хочет на этом зарабатывать деньги, желательно долгосрочно, на много лет иметь основательный бизнес здесь. Поэтому я смотрю, насколько реальный, насколько умный маркетинг, насколько он просчитан, и вообще откуда реально могут выплачиваться ли деньги, и можно ли достичь действительно этих выплат, которые предлагают. Здесь все конкретно, все просчитано, реально деньги реальные, и здесь работать можно, и очень интересно, и надолго. Ну, естественно, вывод денег, какая протяжная система, об этом мы тоже говорили. IPAID, это система E-Wallet, подключена к банковским системам напрямую, поэтому вывод денег тоже гарантирован нам на банковские счета, карты и так дальше, что является самым главным показателем любой легальной компании. Таковы являются и наш круизный клуб с регистрациями, с налогами, об этом всем мы говорили на других презентациях. Кто не слышал, просмотрите в записи или приходите еще на наши вебинары, которые посвящены этим именно темам. Значит, это два шага, которые вам рассказала мой подход к бизнесу. Третий, обязательно, я еще рассматриваю руководство. То есть для меня важно посмотреть и изучить, кто же создал данный проект, компанию, клуб или то, с чем мы будем работать. Потому что может быть и сайт красивый, может быть и продукт интересный, но непонятно, кто скрывается за ним и, так сказать, ищи свищи. Да, мы знаем такое выражение. Если человек скрывается, значит, там что-то нечистое, если есть ему что скрывать. Обычно, если люди благородный бизнес открывают, наоборот, они любят себя показать, потому что они уверены в том, что они делают, и их задача показать как можно большему количеству людей ту идею, которую они хотят воплотить в жизнь. Поэтому они не должны скрываться. Именно в этом клубе это есть, это присутствует. Эти люди наяву везде, о них информации полно, они выходят навстречу, и я вам тоже сейчас покажу путь, как можно их проследить и все о них изучить. И даже с ними вместе общаться. Вот это мне тоже нравится. Ну и кроме того, еще важно то, что эти люди непростые люди. То есть эти люди, как я вам уже сказала, очень высокого уровня. Это создатели многих других бизнесов, люди, которые помогали создать другие бизнесы. Например, Майкл Хатчисон, в частности наш основатель, учитель Тони Робинсова, это уже первый показатель. Кто он такой, вы все знаете, если нет, сейчас покажу на фотографии. Ну и многих других огромных фирм, компаний, то есть бизнес предприятий, которые создавали разного профиля бизнесы. Здесь участвовал также Майкл Хатчисон наш и вот его соучредители. То есть эти люди являются как основателями, так и инвесторами данного клуба. И с одной стороны, они недосягаемы для нас по их уровню, по их состоянию, по их развитию, по их связям и возможностям. Сейчас я вам это покажу. А с другой стороны, они настолько близки также к нам, что мы можем стать ихними друзьями в ближайшем круизе. Поэтому это очень важно. У нас бизнес с человеческим лицом. Смотрите, что я хочу вам показать. Итак, вот главное лицо Майкл Хатчисон. Зайдя в наш кабинет, даже не зайдя в наш кабинет, вы его видите. Когда рассматриваете еще до регистрации сайта, он присутствует на двух... Вот, сам лично говорит, он говорит и на сайте, когда рассказывает о членстве и о партнерстве. Затем мы его видим везде у нас в кабинете. Он присутствует на каждом... Что какой-то шаг вы пройдете, и он уже выходит с видео, где вас поздравляет или что-то советует, благодарит и так дальше. Вот, пожалуйста, много его записей из вебинаров. Он лично ведет сам вебинар и присутствует. И так дальше. И здесь тоже, вот, кстати, о нашей Нине говорил, показывал слайды. Да? То есть он есть. И не просто есть, он болеет душой. Теперь давайте посмотрим, кто же вообще он такой и представители, которые работают с ним. Вот на этой странице, если вы сюда зайдете, Leadership Team, да, руководство, вы можете нажать, и вы зайдете на эту страницу. Или отсюда, из нашего кабинета. Значит, кто такой Майкл Хатчисон? Сам Майкл Хатчисон вот тут выставляет свой LinkedIn, и я сейчас перейду на него. Есть небольшая справочка здесь о нем, и все остальное мы можем посмотреть на любых соцсетях и на его сайте. Дальше также рассказывается о его исполнительных советниках, которые также являются служащими в нашем клубе, вернее, не служащими, а исполнительными директорами каждой своей области. Например, Скотт Даффи, исполнительный директор по SEO-маркетингу. Абрам, он тоже очень большое и крупное лицо вообще в мире бизнеса. Абрам Ахмат, Executive Advisor, все, что касается инвестиций. Он инвестировал миллионы долларов в разные компании. И вот его сайт Travel Capitalist. Успеем, зайдем. Адам Анолик, это юрист, адвокат, и все, что касается правовой стороны клуба, этим занимается Адам Анолик. Тоже известное лицо, из Калифорнии он сам родом, и тоже он возглавляет много разных сторон в сфере туризма уже много лет, и в том числе в круизной ассоциации КЛИО, о котором я вам говорила. И еще важное лицо в нашем клубе Франко Дина, Executive Advisor, который является финансистом тоже клуба, и как раз регистрацию как бы на себя он сделал нашего клуба. И что касается финансовой стороны и программирования, потому что он разработчик очень умного программирования, у него есть свои личные сайты, так дальше тоже, если успею, вам покажу. Ну, а сейчас давайте немножко мы поговорим о Майкл Хатчсон. Если вы перейдете на LinkedIn, то вы сами можете это все увидеть, и можете о нем почитать много интересного. Значит, почему на LinkedIn? Потому что эта социальная сеть, вы знаете ее, она очень важная вообще в интернете. Можно сказать, самая номер один, самая серьезная социальная сеть. Если сравнивать ее с Facebook, то она намного серьезнее, потому что Facebook там, конечно, и рекламируется, и компании, и все, кто угодно, от самых высших кругов до самых низших, и до нас с вами. Но там также и идет реклама, и плюс простые пользователи просто знакомятся, развлекаются и занимаются даже глупостями. Поэтому Facebook – это такая площадка для всех, вот, где тусуются все. А здесь LinkedIn – это социальная сеть только для серьезных компаний, которые работают и на земле уже много лет, и в интернет-пространстве, которые выставляют свою рекламу, которые ищут служащих на работу, на должности. И также здесь выставляются те люди, которые сами предлагают или свои услуги, имея какие-то знания в какой-то области, или же просто свои достижения. Поэтому здесь можно найти о них самую-самую топ информации. Итак, Майкл Хатчессон у нас закончил Джорджтаун университет в Вашингтоне. Он является оратором, на данный момент он является оратором и спикером номер один в Америке. Бизнес-тренером, который очень много поднял личности, сделал из них бизнесменов и также помог развить их бизнес. Вот это все вы можете прочитать, переведя на русский язык, поставить, и здесь информация открыта. Так, вот смотрите, допустим, здесь указывает Майкл Хатчессон сайт Инкрузис, указывает свой личный телефон, пожалуйста, мобильный. Я на него звонила, можете звонить и вы. Его личный, личный, у него есть еще Инкрузис, бизнес-аккаунт, почта, а это его личная почта, по которой я тоже с ним часто переписываюсь по разным вопросам. И о себе он здесь рассказывает. Ну и очень много информации, что сейчас он создал этот клуб, потому что он уже сделал столько много в жизни. Он имел свою передачу на телевидении. Вот, пожалуйста, например, я перейду на его сайт. Так, немножко посмотрю, вы меня видите? Вроде видите, слышите? Значит, смотрите, вот его личный сайт, на котором вы тоже можете подчеркнуть много интересной информации. Здесь о нем оставляют отзывы. Оставили постоянно, и тут даже есть бегущая строка. Вот Тони Робинс, пожалуйста, зафиксирован. Дальше президенты разных бизнесов. И если вы почитаете, какие отзывы, то есть о нем самые-самые лучшие отзывы. Это человек, профессионал своего дела, харизматичный, большой спикер, который умеет смотивировать любого. Причем, я скажу вам так, вы, может, думаете, что кто такой оратор, это не единственная его заслуга или профессия, или достоинство. У него их много. Просто, как бы, это сейчас главный козырь, который, его талант, которым он оперирует. Сделал много достижений в жизни, помог очень многим компаниям и людям. Выдал сам очень много книг, которые продаются до сих пор. И это его оружие, которым он покоряет многих. И добивается успеха, в том числе, скажем, и в том же Инкрузесе. Вот здесь вы можете видеть его с Биллом Клинтоном, с президентом бывшим Америки. Вот здесь Тони Робинс, самый известный бизнес-коуч мира, который уже покорил 100 стран и сделал оборот своих продаж, тренингов на 50 миллионов долларов. В этом ему помог Майкл Хатчессон, потому что он был его учителем, и они вместе работали. Он был вице-президентом компании Тони Робинса 8 лет. Об этом всем тоже пишется здесь на Линкенден. Все-все-все абсолютно подробно. Вот, пожалуйста, передача credibility.live.com, которую основали как раз бизнесмены, крупные лица, которые и на Форбсе есть, потому что они добились миллиардов долларов, некоторые из них, которые знают во всех кулуарах Америки. И они образовали совместно вот эту передачу на шоу телевидения в Америке credibility.live.com, что означает реальность, правдивая встреча, да, или реалити-шоу, как это модно было в Америке, ну и у нас уже, да. И что именно было, вот здесь есть выдержки из этих встреч, из этих видео, и также есть здесь на видеоблоге, есть тоже выставлены где-то их дела. Они на этой странице где-то, я видела, есть тоже, кажется. Видео из разных телешоу-передач, которые вел Майкл, приглашал туда своих известных лиц и с ними вел, есть здесь, просто я сейчас немножко потеряла мысли, да, страницу, потому что это идет презентация, да, и я стараюсь дать новой информации. Вот, поэтому здесь он встречался с такими людьми, как Джим Рон. Я думаю, что вы знаете, это миллионер тоже, бизнес-тренер номер один, как и Тони Робинс уже много лет. Брайан Трейси тоже самое, Даша, ну, очень много известных лиц. Поэтому, как бы, он для нас не досягаем. Майкл Качеслов, пожалуйста, я думаю, вы его тоже все знаете. Все эти люди дали отзывы положительные, причем исключительные, о Майкле. Майкл супер, модератор и интервьюеры. То есть, почему вот его книги, которые он продает, да, Speaking Mastery, то есть, как стать, как стать оратором, как стать оратором номер один в мире, как вообще свои презентации покорить людей и заставить их делать то, что вы хотите. Вот этому учит именно Майкл. И очень много семинаров он сделал в разных странах. Его приглашают постоянно. Он в Англии делает публичные семинары, тренинги, потому что там, в Сингапуре, в многих разных странах. Как вы думаете, что как бы общего ораторства и Круизы, и Майкл, и все эти бизнесмены к нашим инкрузис? Ну, конечно, общего много, потому что, во-первых, это люди, которые имеют деньги, это люди, которые путешествуют уже много лет, и это их хобби. Они занимаются своими бизнесами, но отдыхают они все семьи и вместе в разных путешествиях. Это и стиль жизни. А там же они проводят часто свои тренинги, и это им нравится. И они уже являются эксклюзивными представителями Круизной ассоциации много лет. Некоторые до 10 лет. Поэтому у них есть какие-то вложения, даже волонтерские и финансовые, они тоже вкладывают в эту ассоциацию. Поэтому они очень легко добились регистрации, получения регистрационного номера для mcruis.com, чтобы дать такую возможность людям путешествовать намного дешевле и пользоваться этой услугой в свое удовольствие даже бесплатно. И еще зарабатывать на этом деньги. Что значит еще оратор? Важно то, что Майкл не просто создал этот клуб. Его же надо куда-то повезти, его надо в массы понести, его надо о нем рассказать, причем рассказать профессионально, красиво. Вот так, как умеет Майкл Хатчсон. Это его талант. И талант оратора часто как раз и в большинстве случаев доводит любое дело до кульминации, до той точки, когда открывается большой успех. Например, возьмем очень много спикеров, просто ораторов в мире. Начнем даже с простого, вам приведут примера, но очень актуального. Возьмем такого вождя, как Ленин, да, которого мы знаем много и так дальше. Что он делал? У него не было ни своего бизнеса, ни предприятия, ничего другого. Ни нефть он качал, ничего другого, да. Но он владел искусством дара речи. Он был большой спикер, мотиватор, он умел владеть массами, многотысячным. Он умел так говорить, несмотря на то, что его речь картавила, и он не произносил букву «Р» хорошо. Да, он овладевал массами. И чего он добился? Переворота. Переворота вообще всей системы, которая перевернула весь мир, всю планету. Да, революции и так дальше, коммунизм и так дальше. Все мы это знаем. Я просто веду к тому, что может сделать один человек, если он владеет профессиональной речью. Вот такое мастерство имеет Майкл Хатчисон. И он это проповедует много лет. И сейчас для него «Инкрузис Клуб» это как его хобби, его красивый бизнес. Даже не просто бизнес. Это бизнес он хочет передать по наследству детям. У него их четверо, и уже внучка родилась. Поэтому он счастлив. Он с ней встречается в Крузе, но ему нравится. И вот он хотел иметь такой свой личный, красивый какой-то бизнес, в котором он может подарить счастье людям. И о нем, если он будет рассказывать, то это будет понятно простому, любому. И сейчас немножечко потом покажу вам еще других наших представителей. Но раз я уже говорю о Майкле, то я сейчас хочу вам показать. То есть я вам показала недосягаемость. Здесь вы можете много еще прочитать, чем занимался Майкл в своей жизни. Но сейчас я хочу показать, насколько он может быть так же прост и доступен, несмотря на свою недосягаемость. Вот это наша страница «Инкрузис» в Фейсбуке. Мы знаем уже. Мы сюда заходили и смотрели. Здесь вы можете видеть адрес. Кстати, сейчас они уточнили адрес. То есть в парке находится в Майами, Флориде, если нажать на карту, вы увидите. И в районе Холливуд так называется. И так вот я сейчас перейду, допустим, сюда. Это у нас страница Фейсбука. А я нажму на Майкл Хатчессон, на его личную страницу. И посмотрите, насколько он доступен. Сейчас он уже наш человек. О нем, конечно, информация здесь та же. Но здесь он уже с сыном. Вот это Джон, который был с ним в Круизе последним, который ему помогает. А здесь вы можете видеть разные фотографии. Как с Круиза, с которым вот в разных, так сказать, ситуациях общался, подружился Майкл. Так и с нашими партнерами. Так и вообще из каких-то вот его, чем он занимается. То есть простой, доступный человек, такой же, как и мы. Но просто сумел, в силу своих особых талантов, обстоятельств и возможностей финансовых, создать такой красивый бизнес и возможность для нас всех. Пожалуйста, вы можете сами сюда зайти. Тут партнеры уже ставят свои комменты, англоязычные, которые были с ним в Круизе и просто уже обожают его. Они уже вот с сыном подружились. И тут ведут переписку. Наши немножко еще стесняются в силу того, что они знают английский ничего страшного. Зато вы можете посмотреть и увидеть, что все это действительно правдиво и имеет человеческое лицо. Несмотря на то, что у нас Круизы от гигантских лайнеров, к ним дорожку нам выстилил вот этот человек. Человек, которому мы, конечно, будем много лет благодарны и с которым обязательно встретимся в Круизах. Поэтому это очень важно, что у нас денежные люди отвечают за наш бизнес и люди, которые имеют связи публичные очень большие в Америке, в частности, по всему миру, и которые предоставляют нам реальные возможности. Так что мы будем спокойны, скоро мы с ним встретимся и, думаю, тоже будем многие получать разные комплименты, вознаграждения и радоваться жизни. Просто я вам показываю, пусть, как их найти. Вот даже если вы найдете, зайдете в LinkedIn, да, со страницы InCruises через Майкла, вы увидите здесь и Франка Дина. Вот на него, например, нажмем и увидим. Он создавал наши слайды, он создавал программирование, кабинет. Он все, что касается оформления InCruises, вы видите. Вот этот Франка Дина. Он сам испанец по происхождению, но родился в Америке, потом переехал в Мадриде, долго жил, потом вернулся в Америку. Он тоже, у него много своих бизнесов, в том числе здесь InCruises пишет, но его хобби путешествовать. Он часто путешествует с женой и в том числе в круизах. И тоже соучредитель нашего InCruises. Вот, пожалуйста, Франка Дина. Дальше, кто мы еще тут можем? Всех можем. То есть тут есть все. Скотт Даффи, это вообще уникальная личность. Тоже о нем, тоже посмотрите информацию. Он занимается интернет-технологиями уже много лет. Сейчас у него очень высокое положение в жизни. Также он работал с Тони Робинсон. Также он очень много компаний развивал, поднимал. И харизматичный человек, который даже и на нашем тоже дает тренинги. На нашем одном тренинге его приглашал также Майл, отдельно выступал. Он тоже соучредитель нашего клуба. И держит руку на пульсе. И вот, пожалуйста, он с Ричард Брейнсон, над которым я вам говорила. Это человек, который тоже начинал, все они начинали с нуля. Это люди, которые создали сами себя. Вы не думаете, что они родились все в роскоши и в миллионах, и в больших деньгах. Нет. Они сами себя создали. В силу своего таланта, развития. Они постоянно обучались, самообразовывались. И если развивались, то шли дальше и помогали другим людям. Так вот, Ричард, вы можете найти на Википедии и везде. Можете увидеть, что у него есть своя собственная авиачартерная компания, которую он уже сделал 400 точек по всему миру. И заработал свыше 50 миллиардов долларов. Часто он не сходит с журнала Forbes. И он является большим другом Скотта Даффи, потому что Скотт Даффи как раз ему разработал вот это вот программирование, которое помогло ему вот эту его чартерную авиалинию внедрить в интернет в разных странах. Вот. Тут очень много всего интересного. И все эти люди очень публичные люди. Поэтому вы посмотрите, с кем мы работаем, с кем мы можем напрямую иметь дело. И вообще, когда-нибудь просто счастье, мы с ним познакомимся. Абрар Ахмад, он сам трабл-капиталист. Это тоже очень денежный человек. Часто едет в Дубай, скорее всего, он там, может быть, и родился. Но живет в Америке. Он тоже занимается различными вложениями, инвестициями от миллиона до десяти миллионов долларов в разные компании, в разные бизнесы. О нем здесь очень много тоже пишут отзывы самые крутые бизнесмены. И все они связаны между собой. То есть вот эти люди, они все между собой связаны. Никто просто так не будет писать ни под кем отзыв, чтобы знали. Никто из них никогда не поставит свое имя, если это неправда или если это не было так. Поэтому все, что тут написано, это сто раз проверено. И это прошло через много-много других инстанций. Поэтому, если я об этом говорю, то это публично сто процентов правда. Поэтому я говорю только правда. И для нас большая честь, конечно, работать в такой компании, которая курирует именно эти люди. Ну и также вот тут Тони Роббинс. То есть это полный список людей, которые имеют прямое отношение к нашему инкрузис. И Абель Претто уже это человек, который я вам говорила о испании, живет в Майами. Сотрудничает директор по менеджменту у инкрузис.ком в нашем клубе. Помощник, первый помощник Майкла Хачесона. И он ведет постоянно вебинары на испанском. И обожает также куризы. И вот так. То есть я думаю, что я вам дала общую картину. Потому что тут, конечно, можно чем дальше буду углубляться, тем все больше и больше интересного я интересной информации могу вам найти, раскопать. Но это уже продолжение в следующих сериях. А вообще просто вы сами найдите время, почитайте. И найдите ту нить, которая нужна вам. А Майкл Хачесон, он есть. Существует вот такой вот простой, как мы все с вами. Но в то же время это человек большой величины, большого таланта и больших знаний. Поэтому мы, нам есть у кого научиться. И даже просто мы можем быть спокойны. Бин Крузис, потому что, как он написал и мне лично, что это наш большой дом. Если вы еще меня видите, то я просто уже буду заканчивать. Но хочу вам еще показать, что действительно я как бы с ним переписываюсь. Время от времени сейчас его найду у меня, потому что мы встречались с партнерами с ним. Он выходил на связь. Вот, пожалуйста, Майкл Хачесон. Вот, да. Видите, какая у нас у него креписка. То есть, пожалуйста, все, что касается. Мы часто с ним переписывались. Наши партнеры были с ним на встрече. И, пожалуйста, кто желает, вот, пожалуйста, вы можете. То есть, я вам не вру, я вам говорю всю правду. Есть, конечно, много еще интересного. Ну, у меня на мейле, то есть, идет переписка, когда нужно. Но просто я не буду это уже показывать, потому что там много такой информации, которую на мейле я не могу выставить на вебинар. Но просто, чтобы вы видели, что я вам говорю то, как есть. И те люди, которые возглавляют Инкрузис, это люди, очень важные персоны, которые вам дают гарантию того, что они делают, обещают и говорят. Поэтому вы можете быть спокойны. Мы находимся в надежных руках. И просто, если мы умеем взять то, что нам идет в руки, и сделать еще нашу личную конфетку из этого, то все уже дальше зависит только от вас. На этом я заканчиваю мой общий вебинар о наших руководителях. И ставлю точку. Если вы хотите что-то спросить, пожалуйста, нет проблем, я отвечу на все ваши вопросы.